Грядущий год пройдет под знаком празднования 70-летия Великой Отечественной. Тематика новогоднего праздника соответствующая. Каждое здание, магазины, гостиницы, всевозможные компании и даже социальные объекты украшены в бело-красные тона, снежинки, звезды, гирлянды и мишуру. Атмосфера праздника особо чувствуется в темное время суток, но и днем ощущается приближение Нового года. Город действительно преобразился, чувствуется атмосфера праздника. Стало очень красиво. Великолепен город, очень красиво, все освещается, все замечательно. Готовимся, ждем праздник новогодний, собираемся на центральную елку, выйти, конечно, на 31 декабря. Ну и так от души поздравить город Сочи, с Новым годом. Яркими красками сверкают не только фасады зданий и заведения. Над центральными дорогами города парят серебристые огни, фонарные столбы, украшенные декоративными элементами, а деревья и кустарники, укутанные светодиодным одеялом. Все, кто создает эту красоту, соревнуются на самое лучшее оформление. Подведение итогов и оглашение победителей состоится в последних числах декабря. Те же, кто вне конкурса, тоже стараются быть креативными. Мы собираемся на районе улицы по улице Донской. Семь ветеранов не получится, ну, часть ветеранов поздравить новогодними подарками. Это все уже почти организовано. Мы всей семьей собираемся украшать дом уже, на днях собираемся ставить елку, украшать ее. Даже на окнах собираемся узоры всякие рисовать снежинки. Тоже очень нравится эта праздничная атмосфера, праздничное настроение. А вот главная городская елка, которая уже красуется на площади флага, зажжет свои огни 24 декабря, сразу после традиционного парада Дедов Морозов. А в новогоднюю ночь эта бушистая красавица объединит сотни сочинцев и гостей курорта. Татьяна Ногорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.